Ну, а теперь, собственно, посмотрим конфигурацию байнда. Байнд у нас содержит файлы зоны. В файлах зоны у нас некие управляющие директивы и ресурсные записи. Ну, соответственно, IP-адреса, имени, это одна из таких ресурсных записей. Тут надо сказать, что первоначально поддерживались только плоские текстовые файлы. Сейчас поддерживаются базы данных, например, SQL базы данных, это Postgres, MySQL и так далее. Ну, в общем, в зависимости от того, как вы сконфигуруете сервер, так он будет работать. Кстати, по умолчанию, сейчас внутри хранится в бинарном виде зона, и на слейф-серверах хранится зона в бинарном виде, а не в текстовом. Ее нужно преобразовывать в текстовый вид для просмотра. А зоны на мастер-серверах вы редактируете в текстовом виде, при загрузке они превращаются в бинарные. Какие у нас тут директивы? Ну, Origin это задает некий фрагмент домена, от которого считаются относительные имена. В конце, конечно, должна стоять точка, показывается, что у нас рутовый. Из-за того, что используется идеология задания относительного имени, Терри Зоринчин, если мы хотим конкретно задать полное имя, абсолютное, точка в конце обязательная. Потеряете точку, вам приписется в конец еще какой-то хвост, и имя будет совершенно другое. Ну, и Include это подключение информации в файл зоны. В зависимости от версии сервера, она обрабатывается по-разному. Она может залить эту информацию просто в файл зоны. Если у вас динамическая зона, зона может быть динамическая и статическая. А статическая, это вот вы записали какие-то данные, и она неизменяемая. Динамическая, если вы ее изменяете, скажем, с помощью DHCP. Вот когда статическая, у вас как была запись Include, она цепляет какой-то файл, так и останется, чтобы структурированно сделать. А если у вас динамическая зона, то она включит этот файл, и запись Include исчезнет. Ну, в принципе, очень удобно для ручного редактирования. Сейчас, конечно, все эти зоны большие редактируются с помощью определенного софта для управления сетью. Так что, может быть, эта команда Include не так важна. Ну, и ресурсные записи. СОО-запись – это источник авторитативности. НС-запись – это список DNS серверов зоны. А – это адрес. Естественно, мы указываем соответствие DNS имени и IP-адреса. То есть, у нас записывается DNS имя, а, и дальше IP-адрес этого, соответствующий этому доменному имени. Для IP-версии 6 у нас 4 буквы А. А-А-А-А. Значит, Pointer – это реверсное, то есть записывается в зоне сначала IP-адрес, а потом Pointer, какому он соответствует доменному имени. C-name – это псевдоним, Common Name, Canonic Name. И, значит, что у нас задает. Ну, если мы одному и тому же IP-адресу навесили несколько имен, то можно с помощью C-name работать. Скажем, у нас один хост, на нем висят несколько VLV-серверов, которые могут иметь один IP-адрес, разные имена. То мы с помощью C-name ссылаемся на этот хост для разных серверов. Если мы поменяли IP-адрес хоста, то нам нужно только одну строчку поменять. IP-адрес хоста, а все эти C-name ссылки останутся. MX – это почтовые сервера для данной зоны. Почтовый сервер, конечно, очень важен, потому что SMTP, он вот именно по этим MX-записям ищет, куда отправить информацию. Ну, и вот это у нас формат файла зоны. Ну, что тут можно сказать? В принципе, вы его задаете один раз и потом не меняете. Значит, тут у нас слово «Контакт». «Контакт» – это фактически mail-адрес администратора. Тонкость тут в том, что mail-адрес записывается не с собакой, а с точкой. То есть, вместо «Собаки» ставится точка. Ну, и дальше у нас основные имена. Значит, время обновления зоны, время через сколько портится запись и так далее. Вот тут я хочу обратить внимание на серийный номер зоны. Это некое число. Это число должно всегда возрастать. Почему? То есть, если мы запрашиваем какой-то адрес, то мы вначале смотрим серийный номер. Если серийный номер меньше, чем тот, который у нас, то как бы это непорядок. Если он больше, то мы должны перечитать файл-зоны. Если такой же, то ничего не случается. Ну, естественно, независимо от серийного номера мы перезапросим, когда истечет время жизни записи. Ну, вот такая вот ситуация, что при нормальной работе серийный номер должен возрастать. Для того, чтобы не думать о том, как он возрастает, используют это всего лишь навсего договор об использовании такой нотации. Значит, задают сначала год 4 цифры, потом месяц 2 цифры, потом день 2 цифры, и потом версия от 00 до 99. Ну, в принципе, этого обычно хватает. И вы сразу видите, когда вы в прошлый раз меняли описание зоны, и можете, изменив какие-то данные в зоне, обновить и поставить текущую дату. Таким образом, 100% будет всегда возрастать это число. Если вы меняете число в один и тот же день, вы просто версию меняете. Вот такое просто соглашение, но достаточно удобное. NS. Это данные о неймсерверах данной зоны. Тут у нас нельзя различить, это Primary или Secondary сервер. Ну, обычно, конечно, Primary запись создает первым, и к нему обращайтесь. Но это, опять же, не обязательно. Ну, основная адресная запись, это вот, хост, соответствует адресу. ИН, это значит, интернет нейм. Тут TTL может не писаться, да, она и не пишется. Она обычно в директиве TTL задается для всех последующих записей, чтобы быстрее можно было заменить эту информацию. Почтовый адрес. Опять, это для SMTP нужно. По нему находятся почтовые адреса данного домена, хостов, куда отправлять почту по SMTP на данный домен. Без этого почта ходить просто не будет. Синейм, как уже я сказал, это псевдоним, ссылка, никнейм, как хотите. Вот пример. У нас задан фиксированный некий адрес. И два поддомена www и Gofer. То есть, мы могли не синейм сделать, а адрес тут. Но тогда при сменении адреса хоста нам бы в нескольких местах нужно было заменить его. А в данном случае мы заменяем только в один раз. Опять же, это можно назвать синтаксическим сахаром для удобства. Ну и обратная зона. Обратную зону тоже приходится писать вручную. Ну, это опять же из-за легоси, потому что более современные сервера могут сами генерить обратные зоны. Но тут, опять же, такая тонкость, она может не полностью соответствовать прямой зоне. Сейчас, когда зонные файлы генерятся с помощью систем управления сетью, то, естественно, генерятся сразу и прямая, и обратная зоны. Тут у нас идет имя, pointer, указатель, и доменное имя хоста, то есть IP-адрес, pointer, host. Все обратные адреса помещаются в специальном домене виртуальном inadr.arpa, и записывается домен как обратная запись DNS, обратная IP-запись, то есть мы все IP-адреса по четверкам, да, у нас IP-адреса, и тут десятично точные нотации, и вот эти вот блоки, которые отделены точкой, мы пишем в обратном порядке просто, и вот будет домен inadr.arpa. Ну вот, например, если у нас хост 1.4.2.2.6.4.3.1, вот десятично точная нотация, мы его переворачиваем, и задавный период пишем 1.4.3.2.2.6.1.4.1.4. inadr.arpa. Ну, там у нас еще есть разные другие реверсные имена, ну, вот, например, для IP-версии 6, тоже блоками пишем, там, мы помним, блоками отделены IP-адреса IP-версии 6, ну, и для телефонных номеров E164, очень хорошая идея была, конечно, но я боюсь, что телефонные номера могут умереть раньше, чем данная идея будет внедрена повсеместно. Вот у нас файл конфигурации зоны, то есть у нас файлы конфигурации и зонные файлы, вот файлы конфигурации зоны, прямая зона, мы пишем, что это тип мастер, мастер зона основная, и файл, в котором она описывается, файлы записываются обычно в варнеймед, то есть тут у нас пишется не абсолютное имя, а относительно относительно вот этого каталога. И обратная зона, большие буквы, маленькие, это тут не играет роли, тут регистры независимые, у нас файл, ну вот тут мы рев назвали, не важно, как обычно по имени зоны можно его назвать, по имени вот IP-адреса, но это уже местные, то есть каждый администратор задает какие-то свои правила, есть правила, которые как это, best practice, лучшая практика, но никаких жестких требований нету. Ну и вот сама зона, собачка означает повторение предыдущего, вот у нас имя сервера авторитативной зоны, вот видите, юзер, юзернет, это у нас означает, что это mail-адрес юзер, собака, юзернет, вместо собаки точка, значит, порядковый номер, ну мы тут единицы написали, помним, что мы вот пишем через год и так далее, дальше, раньше писалось в секундах, в более свежих версиях, начиная с восьмой, по-моему, байнда, можно модификатор поставить час, неделя и так далее, это упрощает запись, но внутри все равно в секунду хранится, дальше у нас DNS сервер, у нас один DNS сервер, ну и адрес DNS сервера мы задаем для того, чтобы его легко найти было, значит, вверху у нас не прописано origin, по умолчанию считается origin. точка то есть от корневого если ничего вначале не прописано а дальше, чтобы писать не полные имена абсолютные сервера а относительные мы записали origin юзернет и дальше от этого от юзернет пишем сервера NS его адрес подразумевается NS.user.net точка вот если вы в оригине пропустите точку или что у вас получится в результате привязка всех остальных origin получится адрес непонятно чего значит VV веб сервер и точка с запятой это у нас комментарий вот собственно все значит таким образом достаточно простой формат байндовских зон еще раз скажу что это только для байнда такие зоны формат для других серверов DNS зон может сильно отличаться но в принципе это не принципиально все основные параметры зоны которые в байнде используются и в остальных DNS серверах и естественно вы зону можете получить от другого сервера и выдать с помощью утилит Geekhost в любом нужном формате но Geekhost это утилиты от байда поэтому они естественно будут в формате байда выдавать и нужно поддерживать прямые и обратные зоны если у вас какая-то тулза для генерации этих зон то она сама это сгенерирует если у вас более специфические более специальные DNS сервера то они тоже могут сами генерить прямые и обратные зоны чисто комент комент в с этим в Продолжение следует...